Проблема эта характерна не только для лечения пожилых пациентов, но для лечения пожилых пациентов она особенно актуальна. Давайте посмотрим, что же это за зверь такой, что это за враг наш такой, полипрагмазия. На самом деле единого определения полипрагмазии не существует, но вот чаще всего говорится о том, что это одновременное назначение большого количества лекарственных средств, включая необоснованное их применение. То есть может быть обоснованное применение большого количества лекарственных средств, а может быть и необоснованное. Есть определения, которые включают определенное количество лекарств, чтобы дать понятие полипрагмазии. Потому что так это более расплывчато звучит, большое количество лекарственных средств. Что значит большое? Сколько? 3, 5, 10, 20. Принято считать более в узком плане, что 5 и более лекарственных средств, назначенных одновременно, это и есть полипрагмазия. И в таком варианте наш пациент будет нуждаться в консультации клинического фармаколога. Ну, какая причина полипрагмазии? Причин на самом деле много и есть абсолютно объективные. Ну, например, мультиморбидность. У одного пациента существует сразу несколько хронических заболеваний. Для пожилых больных это особенно характерно. Напротив, очень трудно найти пожилого пациента с одним заболеванием. Есть определенные позиции клинических рекомендаций, под которыми находится огромная доказательная база. То есть, допустим, для лечения пациентов с ишемической болезнью сердца одновременно требуется назначение нескольких лекарственных средств, чтобы продлить их жизнь и снизить риск развития осложнений. Получается, что мы даже для одного заболевания идем на полипрагмазию, если брать за основу вот эти 5 лекарственных средств одновременно. То есть, вроде бы, объективные положения, которые имеют под собой базис доказательной медицины. Но есть, конечно, просто слабые места в организации здравоохранения любого государства. Есть определенная страсть населения к самолечению. Тоже эта проблема характерна не только для нашей страны и для других стран тоже. Ну и вообще, в принципе, люди любят принимать таблетки. Вот еще Уильям Ослер сказал, что гомо сапиенс, это мы с вами, отличаются от других млекопитающих страстью к лекарствам. Действительно, человек, как дитя малое, на что ни попадя, по всякому поводу, иногда без повода, любит глотать всякие разные таблетки. Еще раз повторю, что проблема это не только гериатрической медицины, но особенно гериатрической медицины. Потому что пожилые пациенты употребляют минимум треть всех лекарственных средств, которые продаются в целом в мире или в какой-то конкретной стране. Гериатрическая медицина рассматривает проблемы лечения пожилых пациентов, пациентов старческого возраста. Коллеги, а как вы думаете, для себя, как вы решаете этот вопрос, когда наступает старость? Как вот это узнать, что наступила старость? По паспорту в паспорт посмотреть на год рождения? Ну вот, среди всего прочего, есть такой веселый афоризм, что старость наступает тогда, когда в косметичке вместо косметики появляется лекарство. Ну, по крайней мере, в отношении женской половины это абсолютно верное утверждение. Вообще, пожилые пациенты составляют огромный процент в популяции. Растет продолжительность жизни, увеличивается количество пожилых пациентов. Естественно, именно они составляют максимальный процент посещений врача. То есть не меньше четверти посещений у врача – это пациенты пожилого и старческого возраста. На самом деле, в отличие от статистических данных, мне кажется, что это даже чаще происходит. Именно им делается подавляющее большинство лекарственных назначений. Коллеги, а вот как вы думаете, в среднем пожилой человек, согласно официальной статистике, сколько лекарств принимает одновременно? Ну, допустим, это пожилой человек, находящийся в доме престарелых. Вот сколько одновременно? Статистика говорит, что 8. А если это пожилой человек, да вот просто живет в семье и не находится в доме престарелых, в среднем пожилой пациент, сколько такой принимает лекарств? Считается, что такой принимает целых 10. 10,1, да, посчитали дотошные американцы. Это, конечно, огромное количество, которое должен употребить наш бедный пожилой пациент. Безусловно, здесь играет большую роль проблема клинических рекомендаций. Посмотрите, в какую ситуацию мы, как врачи, с вами попали. Клинические рекомендации пишутся по нозологии, то есть по болезни. Как лечить вот эту болезнь, как лечить эту болезнь, как лечить третью болезнь. А человек, даже не пожилой, тем более пожилой, одновременно имеет не одну болезнь. Особенно характерно это для пожилых. Так как тут быть? Получается, вот здесь одни рекомендации, здесь вторые, здесь третьи. И что мы делаем? Так делают, опять же, врачи во всем мире. Мы суммируем данные каждой из этих рекомендаций и от каждой болезни прописываем свои таблетки. Это определенный пробел, который, я надеюсь, будет исправлен в будущем, потому что действительно механическая суммация, то есть чисто математическая сумма всех назначений по каждой болезни, это не есть правильно. Но проблемы оптимизации фармакотерапии у коморбидных пациентов – это совершенно определенная проблема медицины, которая, конечно, будет решаться в ближайшие годы. Есть еще и особенности организации первичного звена здравоохранения. Вы знаете, что есть врач общей практики, есть узкие специалисты по разным болезням, и вот каждый из них назначает свое. В результате у пациента пожилого возраста образуется некий мешок с препаратами, в которых он окончательно запутывается и не очень понимает, что ему пить, когда пить и как пить. Чем опасна полипрагмазия? Опасна она, конечно, непредсказуемым возникновением нежелательных побочных эффектов лекарственных средств. Тут от одного-то препарата не знаешь, что ожидать порой. А если их 10 одновременно, да они еще вступают в лекарственные взаимодействия. Ситуация очень трудноконтролируемая. А если еще вспомнить о том, что пожилые пациенты иногда забывают принимать лекарства, иногда по забывчивости принимают одни и те же лекарства два раза, все это превращается практически в непреодолимую к решению проблем. Кроме того, очень многие состояния, которые списываются на возраст, на самом деле являются побочными эффектами лекарственных средств. Например, нарушение когнитивных функций, снижение той же памяти, нарушение концентрации внимания, падения, которые очень характерны для пациентов пожилого возраста, тоже могут быть ничем иным, как просто побочным эффектом принимаемых пациентом лекарственных средств. И даже смерть. К сожалению, описаны случаи смертельных исходов от нежелательных побочных реакций лекарственных препаратов. И вообще надо взять себе за правило, что у пожилого человека любой новый симптом или любое ухудшение уже имеющегося симптома-симптомов следует прежде всего рассмотреть с позиции возможной побочной реакции какого-то лекарственного средства. Вот это должно быть как отче наш в гериатрической медицине. Ну и, конечно, вы понимаете, что при наличии такого количества одновременно назначенных лекарственных средств резко возрастает количество тоже непредсказуемых лекарственных взаимодействий, что еще больше запутывает вот эту клиническую картину. А можно ли вообще в принципе уменьшить количество лекарств, которые должен принимать пожилой человек? Ведь у него же много болезней. Если мы что-то отменим или не будем что-то назначать, может быть, мы сделаем ему хуже. На самом деле отмена лекарственных средств, обоснованная отмена, продуманная отмена, абсолютно возможна. И она приносит огромное количество пользы для пожилого пациента. И вот в последние годы, в том числе как метод борьбы с полипрагмазией, стало очень модным понятие депрескрайбинга. Появилось такое красивое слово – депрескрайбинг. Что же это такое? Депрескрайбинг – это отмена той схемы лечения, которая является неоптимальной для данного пожилого пациента. Либо в силу повышенного риска развития побочных эффектов, или уже вообще их развития, либо в силу того, что какие-то препараты не очень эффективны или совсем неэффективны при лечении больных у пациентов пожилого возраста. Польза депрескрайбинга огромная. И прежде всего это улучшение общего самочувствия пациентов. Как тут не вспомнить, что некоторые пациенты начинают чувствовать себя лучше, когда они прекращают принимать препараты, назначенные доктором. Что даст депрескрайбинг? Улучшение мобильности. То есть пожилой человек становится более мобильным, у него увеличивается двигательная активность. У него могут улучшиться когнитивные функции, которые ухудшаются в ответ на действия некоторых препаратов. У него могут прекратиться падения, снизится риск падения. Все это обеспечит лучшее качество жизни, лучшее функционирование нашего пожилого пациента. А именно этот принцип лежит в основе гериатрической медицины. Прежде всего, качественное функционирование, чтобы пожилой пациент со всех позиций умственных, физических жил полной жизнью. Может ли депрескрайбинг нанести вред? Отмена лекарственных препаратов нанести вред? Ну, конечно, теоретически возможно. Но этого не будет, если мы будем подходить к депрескрайбингу тщательно, выбирая, кому отменять, что отменять и как отменять. То есть при соблюдении определенных разумных принципов только польза и никакого вреда. У каких пациентов прежде всего думать о проведении депрескрайбинга? Ну, это, конечно, пациенты мультиморбидные, потому что у них много препаратов. Это пациенты с так называемым синдромом старческой астении, хрупкие пациенты. Конечно, пациенты, у которых есть подозрения или уже явно убедительные данные, что у них развелась нежелательная побочная реакция на применение того или иного лекарственного средства, либо как результат взаимодействия назначенных лекарственных средств. Либо если меняются цели терапии. Допустим, сначала была одна цель, а потом по той или иной причине цель терапии изменилась. Ну, например, была цель вылечить обострение какого-то хронического заболевания. Вылечили, а дальше идет поддерживающая терапия, профилактика нового обострения. Это совсем уже другая цель лечения. Соответственно, какие общие подходы к депрескрайбингу? Ну, первое, надо оценить показания к каждому из лекарств, которые принимает пожилой пациент. И как здесь не вспомнить слова великого нашего академика Тареева, который сказал, что каждое непоказанное лекарство противопоказанное. Не надо назначать лишнего. Надо назначать только то, что реально принесет пользу больному. Любого возраста, в том числе и пожилого. Вот первое, что мы должны проанализировать, а нужен ли пациенту этот препарат? Вот конкретно сейчас. Может быть, он когда-то и был нужен, а сейчас не нужен. То есть есть ли показания? Естественно, мы должны оценить противопоказания, в том числе, возможно, тех, которых не было, но которые появились в связи с тем, что назначили какие-то другие препараты. То есть вот как один препарат его можно применять у пожилых, а вот комбинации с другим уже нельзя. Он противопоказан пожилым пациентам. Поэтому здесь я советовала бы вам шире использовать специальные шкалы. Ну, например, стоп-старт критерии. Есть и другие шкалы, но если говорить о корреляциях с риском развития нежелательных побочных реакций, то лучше всего для пожилых это стоп-старт критерии. Конечно, вам потребуется обязательный контакт либо с пациентом, либо с людьми, которые осуществляют уход за пациентом. Без этого успешный депрескрайбинг, успешная отмена препаратов, деинтенсификация проводимой фармакотерапии просто невозможна. Ну и, конечно, наблюдение. Вот когда мы назначаем любое лекарство, мы же обязательно оцениваем. И его эффективность, его безопасность также и здесь. Отменяя какое-то лекарство, мы оцениваем, не появились ли вновь симптомы, не ухудшилось ли состояние пациента. И оцениваем также и пользу, состояние когнитивных функций, мобильность пожилого пациента и так далее, и так далее. В настоящее время за рубежом разработано пять протоколов по депрескрайбингу. То есть депрескрайбингу пяти групп лекарственных средств. То есть, как вы понимаете, это капля в море. Но это новое направление, которое представляется крайне актуальным. И я желаю вам, чтобы ваши пациенты всегда были и мобильны, и с сохранными когнитивными функциями, без полипрагмазии и с успешным депрескрайбингом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.